Здравствуйте! Ну вот напоминаю вам, что жанр нашей передачи такие вот норовоучения ближайшего преподавателя своей молодежи. Норовоучения вообще потому, как надо жизнь свою делать или строить. И вот у нас сегодня даже наш урок озаглавлен так вот «Мания величия-самуничижения». Это, так сказать, две противоположности. Один, значит, вот прям вот взлетает невозможно, он великий, умный, все остальные барахло против него, да? Ну а другой я вообще никто, я вот такой вот. Ну, кстати говоря, такая вот очень красивая роль самуничижения, вот такой диалог двух. Ну это нельзя сказать анекдот, это скорее такая притча, да, о неких двух средневековых вежливых китайцах. Один другому говорит, может ли ничтожество высказать свое мнение? А другой отвечает, пусть великомудрый выскажется. Типа такого, да? То есть вот каждый себя как можно сильнее принижает, а другого возвышает, да? Вот они оба так ничтожество хочет высказать свое мнение. А другой, пусть великомудрый выскажет свое мнение, да? Такая вот, так сказать, восточная вежливость. Но это рамки, конечно, ритуала, да? В китайской культуре, как говорят в средневековом, очень важным было знание ритуала. Вот это был ритуал. Так вот, как быть? Вы знаете, что я вам скажу? Ну, мания величия это вообще заболевание какое-то, и мы ее используем вот этот термин в переносном смысле сегодня. Вы знаете, каждый человек, он всегда до чего-то доходит, до какой-то, до степеней известных. То ли он может очень хорошо уравнение решать тригонометрические, а может быть, хорошо умеет бросать, вот я не знаю, там, в расшибалку никогда не играли. Может, хорошо вот эту вот биту бросать, да? Чтобы разбить, значит, стопочку монеток, да? в игре в расшибалку. Не знаю. Вот что-то он научился делать. А может, он научился хорошо в футбол играть, в хоккей, бегать, прыгать, стрелять из лука, из ружья, из чего хотите. Любому делу хорошо человек научился. И начинает зазнаваться. Так вот, этого делать ни в коем случае нельзя, как говорится. Нельзя зазнаваться слишком сильно. Потому что всегда у вас в жизни может что-то такое появиться, ну, кто-то другой может лучше вас просто стрелять. В конце концов. Это очень трагически проявляется, когда вы думаете, что вы самый лучший снайпер в мире, а находится другой снайпер, который ловит вас в перекрестии своего прицела. Да. Вот так вот. Ну, в жизни обычно это обходится без оптических прицелов. на уровне, так сказать, что-то вы решили сделать, решили, что вы самый лучший. О, решил я, что я самый лучший, а сейчас я вам прочту этот курс лекций, взялся читать. И не получается ничего. Вот. А надо было готовиться всегда. Не надо слишком высоко взлетать. Нужно постоянно готовиться, работать над собой. Вот эта вот мания величия, она притупляет очень важные чувства. Она как своего рода обезболиватель такой, да? Вот у вас есть какая-то проблема с организмом, а вы приняли обезболивающее. И вы не чувствуете эту проблему. И вы работаете, что-то делаете, и не чувствуете, что ваш организм уже сломался. Или вы едете на автомобиле и не понимаете, что там у него масло кончилось, или что там поршня стучат, да? Вот так вот. На самом деле поршни, конечно, стучат. Что-то еще. И вы не разбираетесь с машиной, не чувствуете ее. И в конце концов машина выходит из строя, и нужен капитальный ремонт. И вашему организму нужен капитальный ремонт, если вы под обезболивателем что-то такое делаете. Едите пищу, которого не положено есть, да? При язве желудка, скажем. Или еще что-то такое. Так вот, это вот мания величия, уверенность в себе такая вот. Это вот такого рода обезболиватель. И вы не чувствуете тех реальных изменений, которые происходят. Вы просто в себе, уверены в себе. Вы самый лучший футболист, самый лучший стрелок, самый лучший решатель дифференциальных или тригонометрических хотя бы уравнений. А это, наверное, не так может оказаться. Легко. И более того, вам мешает понять ваши недостатки вот эта вот ваша самоуверенность. Мания величия. Мания величия. А я от нее нужно радикальным образом отказываться. Вообще говоря, я вот так вот по себе наблюдаю. Я, конечно, это я, а вы, конечно, это вы. Мы с вами разные люди. У нас с вами разные ошибки могут быть. Так вот, когда меня кто-то начинает хвалить, а я начинаю этому верить, вот всегда потом жди какой-то вот такой досадный облом, что дальше некуда. Вот именно за счет вот этого зазнался, упустил что-то, недосмотрел. А вот когда вы к себе скептически относитесь, да, что да я этого не знаю, да я сейчас поработаю, давно не брал шашек в руки, как говорил, помните, известный такой персонаж Ноздрев из Мертвых Душ, да, он придурялся, да, на самом деле он хорошо играл в шашки, вот просто надо было обыграть этого самого Чичикова, он прикидывал, что он давно не брал шашек в руки, да, а еще такие есть опытные игроки, карточные шулеры, они делают, что вообще они уже разучились играть, вот показывают, что они вообще ничего не понимают, да, но на самом деле он не только понимает, он еще и шулер, он еще и карты передергивает, да, это имейте в виду, то есть вот тут вот мания величия, вот такое, что я самый лучший, самый великий, о, самый такой вот досадный случай в моей жизни вам сейчас расскажу, было дело в пионерском лагере, да, и у нас в пионерском лагере был чемпионат, да, наверное, чемпионат, можно сказать, турнир по шахматам, и вот помню, значит, обыграл я кого-то, а такая олимпийская система обыграл, в следующий тур выходишь, обыграл, в следующий тур выходишь, вот кого-то я так долго обыгрывал, но обыграл, и тут приходит такой мальчик, маленький, худенький мальчик, играть из младшего отряда какой-то, такой ушастенький, такой вот глазастенький, вот худенький, худенький такой, и мы начинаем с ним, ну, это вообще какой-то малышня, сейчас я его обыграю, не глядя, я же мани, я сейчас такого игрока обыграл, Ну, бац, и проиграл ему. У него-то не было этой мании величия. Я был такой большой, огромный рядом с ним-то. Он меня, естественно, принял за серьезного противника. А я-то его не принял. И проиграл. Вот. Это была моя самая досадная неудача. Ну, кстати, такого же неудачи происходят с кем угодно. О, из области хоккея. Был такое замечательное событие в сентябре 1972 года. 1972 года. Уже, черт, сколько лет прошло, правда? Матч был. Хоккейный матч между сборной Советского Союза и, ну, как назвалось, сборной команды канадских профессионалов. Это Канада, родина хоккея. О, фантастика. Они должны выиграть, конечно. И наша сборная постаралась сделать все, чтобы канадцы думали, что они самые сильные, самые непобедимые. Специально провели тренировку. На тренировке, открытой для посторонних, на тренировке, значит, вратарь, значит, кое-как отбивал шайбы, неумело. Специально демонстрировали, показывали, как об этом сейчас пишут. Мы-то в наше время не знали этого. Один даже канадский хоккеист пришел, канадский вратарь, пришел, значит, к третийку. Давайте я вам покажу, как надо отбивать. Вы же совсем, вас сейчас там закидают шайбами, но совсем будет неприятно. Давайте я вас поучу, говорит он, добрая душа. А на самом деле это было все. Ломали Ваньку, как говорится, да? Создавали у канадцев вот это вот ощущение непобедимости. Ну и первый же матч канадцы вот проиграли, благодаря вот такому вот настрою. Они, значит, слишком высоко взлетели. Мания величия у них развелась. А наши-то вот знали свое место. Знали, что они не мания величия, а самуничижение. Надо играть, надо стараться, надо тренироваться все время. Вот такая вот идея, что надо тренироваться все время. В наше время просто хоккей был очень популярен. Ну очень популярен, супер популярное было телевизионное зрелище. Хотел сказать, игра нет, телевизионное зрелище. И мы всегда брали пример с хоккеистов, да? И нам их ставили всегда в пример. А вот они, вот надо с них брать пример. Вот, и вот знали, что хоккеисты постоянно тренируются. И вот если хотите чего-то достичь, хорошо сдавать экзамен, например, надо хорошо к ним готовиться. Ну как хоккеисты к чемпионату хоккейному. Так и мы должны играть. Изо всех сил. Вот это очень важно. Самуничижение. Это другая сторона медали. Она близка, знаете, к чему? Когда человек опускает руки и думает, что он ничего не сможет достичь. Ну нет, мне это не по силам. О, такая сложная вещь. Мы это никогда не сможем сделать. Невозможная вещь такая. Когда человек просто бросает все и ничего не делает. Так вот, нужен некая оптимальная середина между этими двумя состояниями души. Когда человек опустил совершенно руки, считает, что он этого не сможет сделать. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда он бросается, значит, в игру, в борьбу, вступает, не подготовившись достаточно хорошо. И в обоих случаях он проигрывает, естественно. И вот это вот «брось вызов неприступной крепости», помните, я в прошлый раз вам говорил, это не мание величия. Это не мание величия. Это трезвая оценка своего состояния. Когда вы бросаете вызов неприступной крепости, вы должны очень четко понимать, что вы нехорошо еще умеете делать, что у вас плохо получается. И это надо обязательно стараться устранять. Вообще говоря, по жизни, если вы хотите чего-то такого добиться, у вас не должно быть, по большому счету, по-настоящему свободного времени. Вот свободное время, оно обычно проходит впустую для человека. Ну, в наше время возможности проводить свободное время было очень мало. Телевизор смотреть, в кино сходить. Ну, в кино мало новых фильмов выходило. Сколько там понасмотришь фильмов? Мало. Телевизор смотреть впустую. Хоккей по телевизору, тот же самый, да. И вот, а что после этого останется? И вот, помню, один мой знакомый, мой молодой человек, который со мной учился, вот он тоже вот долго, как и всем, и увлекался тем, что смотрел по телевизору, хоккей, или какие-нибудь фильмы. А потом он сам себе сказал, и нам тоже, остальным. А вот, ну вот я смотрю, а что после этого у меня останется? Вот после этого времяпровождения? Ничего. То есть нужно свободное время проводить с толком, с пользой. То есть заниматься чем-то. Кстати, этот молодой человек ушел заниматься танцами, с бальными танцами. Ну, это к чему-то привело. По-моему, к тому, что он женился на москвичке. То есть квартира, прописка, все, что положено. Вот, кажется, вот к этому это у него привело. Но, тем не менее, постоянно вы должны чем-то себя тренировать, занимать себя тренировками. Готовиться к чему-то. Вот способ тренировки – это большая тайна, которую вы должны сами каким-то образом для себя придумать, разработать. Не то, что это тайна, что вы должны скрывать ее. Она просто для вас, от вас сокрыта еще. Она от вас сокрыта внутри вас, в ваших возможностях, в ваших склонностях, в ваших предрасположенностях. Вот что вам нужно отрабатывать в какой-то ситуации. Так, все мои примеры в основном сводятся к отработке, ну, чего, приемов каких? Приемов сдачи экзаменов, да? Обучение, слушание лекций, чтение лекций, пожалуйста. Ну, пожалуй, все. Ну, может быть, что-нибудь из области спорта, да? Вот, да, вот, вы не поверите, я до сих пор занимаюсь спортом, да? Стреляю из винтовки по мишеням. Вот, тут тоже надо долго тренироваться, вот, выбирать нужную позу, нужный прихват, хват ружья, то есть винтовки, простите, вот, по чему-то там. И вы в каждом своем деле, вот, скажем, наработаете, вы в магазине продаете мобильные телефоны, да? Вот как-то я с такой молодежью часто встречаюсь, и, по-моему, так вот, у меня такое сложилось мнение, но, наверное, неправильная молодежь, я же не молодежь, что вот у молодежи такая вот работа, ей всегда доступная, это продавать мобильные телефоны в каком-нибудь салоне связи, да? Что там делает молодежь прежде всего? Значит, ну, заходит клиент. А дальше у молодежи есть два хода. Первый ход такой по правилам все сделать. Обычно так поступают вот молодые работники этого салона связи. Он сразу вот бегает, а что вы хотите купить, да, да? Да, может быть, даже это кажется немножко покупателям, нам, покупателям нашего поколения, таким надоедливым, да? Мы не привыкли, чтобы к нам продавцы-то приходили. Ну, правда, уже немножко привыкли за постсоветское время, а в советское время мы сами продавцов упрашивали. Вы не покажете нам, ну, покажите, пожалуйста, сейчас что там? Ну, покажите, пожалуйста, это же редкость такая. Сейчас нам продавцы сами хотят что-то продать. Да, изменилась жизнь. Ну, так вот, одни сразу подскакивают, начинают предлагать. Ну, так вот, тут очень важно такому даже продавцу какую-то себе тренировку придумать. Ему надо придумать тренировку, как заводить разговор с человеком. Ведь нужно ему подобрать к этому человеку, ну, не сказать, ключик, да? Подобрав этот ключ, когда подбирать, что-то открывается, да, что-то такое потаенное. А подобрать, ну, нужный разъем, контакт, скажем так, да, понимаете, выбрать. Вот как бывает у электрических розеток разные разъемы. Ну, знаете, наш разъем, евроразъем, в Америке какой-то свой разъем, где-то еще какой-то другой. Вот подобрать свой разъем надо как-то оценить, как вы к нему подойдете, с каким разговором. Это можете вспоминать правила Жеглова, помните такие были, нет? Правила Жеглова, да, как надо проявить интерес к человеку, то, что ему нужно, да? Вот вы пришел человек к вам в магазин, и вы должны понять, чем он интересует. То есть, вот он интересуется мобильными телефонами. Какими? Подешевле, подороже, может, какой-то определенной фирмы, может быть, с кверти-клавиатурой, или, наоборот, вот, знаете, с таким экранчиком, как называть, сенсорным, да? Я-то остановился на обычной клавиатуре, мне уже этого вполне достаточно, я меняться не хочу, да? То есть, вот, продавец или продавщица, которая, вот, так сказать, поймет меня, она не будет мне пытаться вот предлагать все эти вот сенсорные экраны, кверти-клавиатуры, да? Вот, ну, надо тренироваться. Но как? Как тренироваться, общаться с людьми? Ну, надо где-то искать возможность с ними общаться. Где? Вы знаете, я вам рекомендую такую вот ситуацию. Нужно, хотел сказать, приставать с разговорами к людям. Не совсем правильно. Вот, приставание с разговорами, это, в общем, как-то, ну, негативно, да, звучит. Приставать с разговорами. Четко пристаешь, да, не мешай мне, да? Да? Действительно, если вы на улице, будет людей останавливать, приставать к ними с разговорами, это никуда не годится. А вот представьте себе, где-то вы с этими людьми находитесь. Занимаетесь чем-то общим, да? Ну, раньше это была, так сказать, курилка. Я сам не курящий, то есть, я этой возможности был решен. В курилке все люди курят, занимаются одним общим делом. И там можно что-нибудь кого-нибудь спросить, заговорить. Вот это вам тренировка разговора, да? А что вы по этому поводу думаете, да? Это вам поможет находить людям определенный ключ. Не так много разных вот этих вот разъемов, да? Помните, я бы сказал, наш разъем, евро разъем, да? Евро вилка. Вот. Их не так много, на самом деле. Ну, их больше, чем электрических разъемов на белом свете. Но, разных типов имеется в виду. Но, в принципе, они все более-менее похожие. И вы так по внешнему виду, перекинувшись двумя-тремя словами, по интонации сможете определить, как нужно себя с ними вести, с этими людьми. Ну, курилка в прошлом сейчас вообще молодежь почти не курит. Ну, по крайней мере, та, которая у меня учится. Очень редкий кто курит. По крайней мере, большинство стараются не признаваться, что курят, даже если курят. Вот. А театр, как вам это нравится? В театре оперы с балетом, там, где тенор арию поет. Например, в Антракте, прогуливаясь в фойе. Попробуйте обратиться к кому-нибудь с вопросом. Опросите, пожалуйста, а вот этот вот актер, я что-то вот не помню, кого играл. Обычно в фойе висят фотографии актеров, да? Помните так? Ну, вот, обратитесь. Вас поучат, особенно люди взрослые. Вам интересно со взрослыми ведь общаться? Со своими ровесниками вы легко умеете. Самая сложность – искать контакт с людьми другого поколения, да? Мне с молодежью, а вам, соответственно, с нами, с тричьем, да? Как удивительно. И мне трудно с вами найти контакт, и вам со мной трудно найти контакт, да? И оба мы хотим этот контакт найти. Ну, если хотим, конечно. Я хочу, потому что я вас учу. Про синус 30 градусов все больше. Вот. Ну, а вам, потому что вы, например, хотите таким, как я, продавать мобильные телефоны. Да, вот вам, пожалуйста. Ну, в старое время еще было такое место, где можно было проводить время – библиотека. Сейчас, к сожалению, в библиотеку мало стали ходить людей из-за того, что есть интернет. А вот интернет – место для общения очень специфическое. Вы, собственно, там ничего не наобщаетесь, правда, в интернете? Ну, что вы там наобщаетесь? Как-то там… Ну, если вы по скайпу будете говорить, да, но это почти полноценное общение. Даже если по телефону будете разговаривать. А это обмениваться какими-то короткими сообщениями, там, а что ты думаешь об этом, что ты думаешь об этом, это не поможет вам установить вот такой вот теплый дружеский контакт, который поможет вам, так сказать, продать покупателю мобильный телефон или, там, взять у него кредит. Если это вы клиент банка, а он, значит, банковский клерк, да, вам тоже надо приспособиться, расположить к себе, да. То есть, ваша тренировка должна заключаться в том, чтобы научиться располагать людей к себе, да. Вот это очень большая загадка. Вот, например, на Западе, считайте, надо улыбаться. Улыбаться вот своему собеседнику. Человеку, которого встречаешь на улице, надо улыбаться. У них такая вот практика, у них такой обычай. Ну, вообще, вот мы вроде как Россия, мы считаем себя Европой, елки-палки, мы Европа. Да, Петр Первый границу между Европой и Азией провел по Уральским горам, то есть, мы Европа. Да, это до него была граница по Дону, и Москва оказывалась Азией. Ну, а вот с Петра Первого мы Европа. Так, у нас так не принято. Я сделал опыт на живых людях. Подхожу к человеку какому-нибудь и улыбаюсь. Я вижу, человек теряется. Он как-то видит, что ожидает от меня чего-то плохого. Понимаете? Вот человек, который улыбается, по моим таким понятиям, когда ко мне человек тоже подходит, улыбается. Мне кажется, что он хочет меня немножко обмануть. Да, понимаете? Вот продавец всегда улыбается, покупает. Это теперь так уже вот в Новой России, в Свободной России или в постсоветской России. Так уже принято. Продавец улыбается. Ну, мы-то и знаем, у нас русские говорят, не обманешь, не продашь. Понятное дело, он хочет мне продать чего-то, да? Да, он в каком-то смысле хочет меня обмануть, но мне этот обман даже нравится. Пусть он, значит, мне продаст товар, да? Потому что я пришел его купить все равно. Пускай он, значит, считает, что он меня обманул. Пусть он продал. Да, товар. Да, вот так вот. Но, кстати говоря, очень часто вот эти вот молодые существа, да не только молодые, старые тоже, наверное, да, они, общаясь с другими людьми, допускают такую ошибку. Она вроде проходит незаметно, эта ошибка, недооценку. Они недооценивают человека, важность человека. Каждый человек, в принципе, для нас важен. Да, то есть не взлетать слишком высоко. Вот не надо мании величия-то. Ну вот, для Наполеона разве важен какой-нибудь там среднестатистический человек, да, на Бородинском поле? Не важно, он историю творит. Да, действительно, наверное, так он велик. А для вас, человек, с которым вы общаетесь, он должен быть важен. Вы не должны его упустить. Упустить, как возможный, ну, полдотворный контакт, скажем так. Ну вот, пример с продавцом, это понятно. Вот для продавца полдотворный контакт, да. А вот очень часто продавцы ошибаются. Заходит человек, такой какой-то невеселый, у нас не принято улыбаться, заходит, не улыбается. А продавец получает деньги из того, сколько он продал. Вот этому неулыбчивому, что он пришел посмотреть, наверное, да? А я такой великий продавец, чего я буду за него время тратить? Эй, Маша, иди вон там он пришел, поговори с ним. И какая-нибудь Маша там из новичков с косичками, вот бегает. А он как раз их хочет купить. И компьютеры, и эти видеокамеры, и фотоаппараты, еще чего-нибудь эдакое, да? Вот. Ну и Маша, естественно, делает сразу план целого месяца своего, да? Вот, зарабатывает все проценты от этих вот продаж, да? Почему досталась Маше, а не этому опытному, крутому продавцу? Ну, он слишком высоко взлетел. Он решил, что вот с этим вот он не будет работать. Он слишком для него. Ну, что он-то, флешку, что ли, пришел купить какую-нибудь, да? Может, вообще ничего, просто посмотреть пришел. А он, оказывается, пришел купить. Уже давно присмотрел, да? Вот такое вот бывает. Я почему-то вам все на, так сказать, торговле и торговле привожу. А знаете почему? Потому что, в принципе, вся наша жизнь есть, по большому счету, так сказать, торговля. Вот когда мы нанимаемся на работу, мы что делаем? Мы продаем свой товар, рабочую силу. Так нас учили при марксизме-ленинизме. Что вот рабочий, устраиваясь на работу, продает работодателю свой товар. Рабочая сила. И устраиваетесь вы на работу. Вообще говоря, даже вот собираетесь выступать в брак, вы вроде как тоже нечто такое предлагаете. Не сказать товар. Ну, товар, любовь нельзя купить, понятное дело. А вы предлагаете совместную жизнь, по сути дела, да? Вы вот с кем-то знакомитесь? Ну, сейчас-то вот нет такого обычая у нас обычно. Вот давай вот сейчас вот наших детей, моего Ваньку с твоей Манькой познакомим, чтобы они женились. Ну, сейчас как-то так не принято, стеснительно. Это вот нас отучили драматурги девятнадцатого века, что это нехорошо, унизительно. Дети должны сами вот как-то вот себе находить партию, да? Вот. Нет родителей, чтобы помогли. Нет, должны сами. Зазнаются они дети. Ну, ладно. Так уж получилось. Мы тоже зазнавались. Тоже высоко взлетали в свое время. От этого добра никого не получалось. Ну, не важно. Так вот, когда уступают такие отношения, в принципе, тоже какой-то обмен. Я тебе вот свою любовь, ты мне свою любовь. И будем вместе вот жить, помогать друг другу. Вот так. Что дашь, да? Ну, так не говорится, что дашь, да? В смысле не в смысле денег, вот, да? Вот как будем с тобой жить дружно, недружно? И вот этот вот навык общения с людьми, да, когда вы не слишком высоко взлетаете, чтобы с людьми не общаться, он очень в этом плане помогает. Между прочим, современный мир, современные средства связи, вот это как раз общение очень сильно урезают. Они его формализуют. Формализуют до рамок вот этих вот обмена письменными сообщениями. Какой-то был момент времени, а, это когда появились мобильные телефоны. Мобильные телефоны появились, уже были у значительной части населения, а вот привычки общения через интернет еще у значительной части населения не было. И тогда мы разговаривали по телефону. Вот это был расцвет коммуникативный, да? Мы могли в любой момент позвонить кому угодно, да, то есть вот пообщаться. А общаясь, да, и мы перестали писать письма. А зачем? Если я могу достать из кармана телефон и позвонить человеку, который находится на другом конце страны. Что там страны? На другой стороне земного шара. Ну, я посмоляю. Если только у нас общий язык, пожалуйста, поговорим. Нет проблем. А письма, мне нужно писать письмо, сколько оно будет идти. А теперь, благодаря e-mail, все этой электронной почте, всем этим форумам, значительная часть общения идет через текст. Значит, так сказать, буквенный код какой-то, да, буквами пишут, набирают. И вот это меняет жизнь. Не знаю. Копенчатый эпистолярный жанр – это здорово, но как-то много писем раньше люди не писали. Это все-таки было такое небольшое литературное произведение. А обычно в собрании с течением какого-нибудь писателя был дополнительный том, письма. Он не так уж и много их написал. Значит, если все собрание что-нибудь вот столько, то письма, ну, два тома, ну, один том, совсем немножко. Вот он за свою жизнь писал гораздо больше писем. Это писатель, а у него уже это все, этот процесс-то поставлен на поток, писанин-то. И то, и то писали мало мы. Потому что оттачивали фразу, оттачивали слог. Современные письма, которые вы пишете через интернет, они совсем не такие. Ну, я не имею в виду деловую переписку, да. Получил ваше приглашение, извините, вот отвечу вам отказом, да, потому что я занят. Что-нибудь такое. Или вот спасибо за приглашение на работу, я вот с удовольствием у вас поработаю, потаскаю ящики. Или там почитаю лекции, неважно. Или предлагаю вам что-то, то-то, то-то. Ну, такие деловая переписка, я про нее не говорю. Это действительно замечательная вещь. Ну, вот опыт общения с людьми, он резко сократился. Причем это катастрофическое сокращение? Началось, знаете, когда? Когда в школах убрали устные экзамены. Они очень стали сильно сокращаться. Вот сейчас вообще ЕГЭ, это ведь там, ну, как я говорю, крестики-нолики, там плюсики ставить, точки или что там, какие-то галочки около нужных ответов. Иногда писать ответ нужный. Перестали мы писать сочинения, говорят, сейчас в школе. В том объеме, как раньше. Раньше главный был экзамен сочинения. О, это самое главное было. Как человек изложит что-то такое. И вот, обучаясь в институте, в школе, мы систематически сдавали устные экзамены по многу. И эта вот привычка сдавать устные экзамены приучала нас внятно излагать свои мысли. Так, чтобы понравилось нашему собеседнику, то есть экзаменатору. Ну, понятно, что у экзаменаторов с нами определенные отношения. Ему понравилось, не понравилось. Надо, чтобы он понял, что вы знаете. Да, больше ничего от вас не требуется. Создать впечатление. Да, это, кстати, очень здорово, создать впечатление, что вы знаете. Да, создать впечатление у человека, это очень дорогого стоит. Это как раз тот самый поиск серединки между манией и величием самоничижением. Да, когда человек вот себя вообще ни во что не ставит. Да, ну, я уж как-то мимо этого самоничижения очень быстро прошел. Да, что про него говорить. Кто сейчас себя... Кто сейчас мучается самоничижением? Да никто. Все говорят, что я, мол, все могу и все. Это уж точно. Ну, так вот, дело не в этом, а дело в том, что вот это постоянное устные экзамены приучали нас к устной речи, к обильному словоотделению, как говорится. Отделяли много-много слов, объясняли людям всякие свои мысли. Ну, мысли, заимствованные из учебника, из конспектов. Но, тем не менее, вот, старались их усвоить. А много ли вы оригинальных мыслей, скажем, говорите кому-то, ну, объясняясь в любви, например? Ведь, в принципе, все эти слова любви вы где-то прочитали когда-то, откуда-то позаимствовали. Они тоже идут не совсем от души. Можете какой-нибудь маленький штрих добавить, да? Вот волосы твои мне понравились, или глаза там твои, или вот что-то там. Ну, я не знаю, это вот что вы там сумеете придумать, да? Что-нибудь эдакое, штрешок. Хотя это очень сложно. Когда столько раз народ признавался друг другу в любви, и еще это описывал в книгах, которые вы, возможно, читали. Хотя теперь это, может, и не читали всех книг, где люди в любви признавались. Может, вы новые горизонты откроете в этом деле. Это, кстати, интересно было бы. Свежо, ново. Признание в любви по-новому. Это было бы очень интересно. Вот так вот. Вот. Ну, так вот, уметь общаться с людьми – это очень важная черта. Не нужно избегать общения. Вы знаете, вот иногда, вот я так замечаю, на молодежи возникает такая вот ситуация. Обычно это бывает у детей, где-нибудь старше там 10-12 лет. Вот. Маленькие дети, они все замечательные, талантливые, гении общения. Они с любым поговорят. А вот потом они начинают стесняться. Вот что-то такое происходит. Я не детский психолог. Я не могу это сказать, но могу это констатировать. Не могу сказать, почему. Я думаю, что они не скажут, почему скажут. Ну, вот просто такой факт. Они, может быть, этому какое-нибудь название свое придумали, да? Ну, вот. А тем не менее, факт это существует. Начинается сложность в общении. Сложность в общении начинается, а вы все больше и больше приближаетесь ко взрослому возрасту, да? И тащите за собой эту сложность общения. Вот вы стали молодым человеком, вы помалкиваете, не говорите, не заговариваете. А вот представьте, что вы были бы маленьким, да? Вы бы заговаривали, болтали, лопотали бы, только рот бы не закрывался. Как было бы здорово. Вас бы все любили на самом деле, а так вы что-то молчите, стесняетесь. Такое ощущение. Тут, знаете, вот в этом случае, наверное, вам нужно просто начинать тренироваться. Обращаться к людям с разными вопросами. Надо, не надо. Ну, понятно, что вопросы не должны быть совсем уж бессмысленными и не должны пугать людей, да? Не должны пугать людей. Вот не надо просить у них, где они дают 10 копеек, да? Вот. Тем больше 10 копеек, это очень маленькая сумма, и вообще как-то это подозрительно. Попрошайничествуется. По-моему, это нехорошо. Что-нибудь такое спрашивайте, тренируйтесь. Ну, например, можно тренироваться, спрашивать, как пройти на какую-нибудь улицу, да? Вот хороший способ для тренировки и не обидный. А про эти вы не подскажете, да? То есть вы будете научитесь с разными людьми вот так общаться, обращаться. А где тут библиотека? Так сказать, бабушка, как пройти библиотеку, да? Помните эту фразу из знаменитой советской кинокомедии «Операции И» и другие приключения Шурика? Как пройти библиотеку? Очень хорошо. Это очень хороший ваш, так сказать, тренинг. Вот это вот искать место. А понимаете, в чем дело? Иногда вот у вас, у молодых, вот то, что я бы назвал манией величия, оно как раз, она, эта мания, как раз и проявляется через вот такую вот вашу замкнутость. Вот такие велики, что ни с кем говорить не хотите, да? Вот такие вот серьезные, замечательные. А на самом деле вы стесняетесь просто поговорить. А для нас, для старых, это выглядит, как будто у вас, ну, такие прям зазнались все, молодые. Вообще совсем невозможно. Зазнаете вы, да? Вот. Ну, вот мы не так уж, чтобы очень. Мы этого не понимаем. Мы иногда вам помогаем с нами общаться. Помогаем вам с нами заговорить. Даем вам реплики всякие. Ну, это, по крайней мере, касается преподавателей, ваших руководителей, которыми вами руководят. Родителей. А вы замыкаетесь, бум-бум-бум. Знаете, как это смешно выглядит? Ужасно. То есть не то, что смешно, а это выглядит, ну, жалко вас, когда вы так тупите. Вы старайтесь общаться. Говорить побольше, отвечать развернутыми предложениями. Где ты сегодня шлялся, опять курил? Да, я сегодня гулял по парку. Да, я курил, ну, ну, что скрывать-то, да? Или нет, я не курю, мам. Даже если вы курите, да? Вот пытайтесь маму обмануть. Мама все равно поймет, что вы курите. И папа, кстати, тоже, я так думаю. Я так думаю, что так вот получается. Вот. Не взлетайте слишком высоко. Потому что вот эта ваша юношеская замкнутость, она на самом деле не от высокого ума, не от высокой квалификации, а просто от некой такой стеснительности, которая возникает у вас, выглядит для остальных, как некая такая вот мания величия, да? Слишком высокое понимание о себе. Вы не хотите с кем-то заговорить. Будете вы еще с кем-то там говорить, подумаешь, кто он такой, да? Не буду я с ним говорить. Вот так это для нас выглядит. Тренируйтесь общаться, не стесняйтесь с нами говорить. Есть, конечно, люди, у которых есть задержка речи, это очень печально, заикание. С ним, конечно, надо отдельно лечиться. Это надо, кстати, к врачам ходить, наверное. Может быть, с вами тренироваться. Логопед, да, знаете, такое есть. Ну, я отношусь не к тем, кто вот заикается. Кстати, и тем тоже хорошо говорить, пытаться разговаривать с кем-то. Это помогает, практикует их, не дает им стесняться. Это самое главное. Так вот, по поводу самоничижения. Я сейчас вас только что говорил, что не надо слишком высоко взлетать, да? Будьте попроще. Будь попроще, к тебе потянутся люди. Не помню, кто это сказал из литературных героев, но кто-то сказал. А вот теперь по поводу самоничижения. Почему это плохо? Слишком сильное самоничижение. Надо быть попроще. То есть не надо взлетать, не надо считать себя умнее других, даже если это на самом деле. На самом деле это так, вы думаете, да? На самом деле вы очень запросто можете ошибаться. Просто-напросто, просто тот, с кем вы общаетесь, еще умнее вас. И он вас переиграл, сделал вид, что он глупее, да? Между прочим, вот, по прошествии многих-многих лет, прошествии почти 100 лет, были опубликованы правила, которыми должны были руководствоваться агенты британской секретной разведки. Это вот, типа, во втором десятилетии XX века такие правила у них были. Все должны думать, что вообще вы дураки тупые, понимаете? Вот им так и объясняли. Вот, он какой-нибудь офицер разведки, там, работает при посольстве, ну, такой тупой, до ужаса. Да, вот, от вас никто скрывает, ничего не будет. Вот такое вот самоуничижение, демонстрация такого вот тупизма, на самом деле являлась просто обманом, провокацией вот другого человека на то, что он считал, что он гораздо умнее его, четче владеет ситуацией, лучше. А на самом деле, что это вот тупой британский разведчик, тупой, в кавычках, естественно, его легко переигрывал таким образом. Он-то был, на самом деле, умнее его. А делал вид, что играет в поддавки. Вот так вот. Вот. Так вот, когда же тут у нас такое бывает самоуничижение, когда оно нехорошее для человека? Ну, наверное, для окружающих тоже, если они к вам хорошо относятся. А вот, когда человек совершенно разочаровался в своих возможностях, силах, попробовал решить уравнение, не получилось. Попробовал там пробежать 100 метровку за сколько-то секунд, не получилось. Ну, что-то попробовал сделать, у него не получилось. И он окончательно махнул на себя рукой. Ну, махнул на себя рукой вот в этом отношении. Больше не пытается бегать 100 метровку, больше не пытается решать уравнение. И опустил руки. А на самом деле, я открою вам тайну. Насчет того, чтобы пробежать хорошо 100 метровку, наверное, не каждый может. Это действительно так. Ну, физическое развитие там не позволяет иногда людям. А вот решить уравнение научиться может каждый. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Я, по-моему, это второй раз уже повторяю. Но, тем не менее, это так. Вот, решить-то может каждый. А когда вы махнули на себя рукой, скажи, что не могу. Да и, кстати, по поводу 100 метровки. Ну, и что, что вы не можете пробежать за нужное количество секунд? Ну, не получается у вас. Нелегки вы на ногу, да? Ну, тяжелы вы слишком. Можно ведь заняться каким-то другим подвижным делом. Танцами, например. Кстати, всем рекомендую заниматься бальными танцами. Замечательная вещь. Вы можете четко совершенно двигаться, отрабатывать свои движения. И, более того, это помогает вам общаться с окружающими людьми. Такой вот необычной немножко обстановки. То, что бальные танцы – это необычная обстановка. Я имею в виду не какие-то танцульки. Хотя их, наверное, сейчас больше не бывает. Танцульки таких вот, да? Раньше-то это были целые танцплощадки существовали. Сейчас что-то такого я не вижу. А может, и есть где-то. Да я ушел уже из этой жизни, наверное, в каком-нибудь другом направлении. Да. Так вот, если у вас что-то не получается, займитесь чем-нибудь рядом с этим. Ну, не получается вообще по объективной причине. Вот в школе, например, учаясь, вы не сможете решать дифференциальное уравнение. Да? Правильно? Ну, вы, по крайней мере, порешайте какую-нибудь тригонометрию какую-нибудь. Да. Постарайтесь вот до такого уровня подняться. Приподняться чуть выше. Правда, я не думаю, что в школе вас кто-то может предложить вам решать дифференциальное уравнение, или вам может потребоваться это. Не обязательно совсем. Но если вам это в жизни потребовалось, ну, скажем, рассчитывайте вы какую-нибудь электронную схему. Были вы в время моего детства ради любителей, да? Которым нужно было рассчитать работу какой-то сложной цепи. А её не рассчитаешь, если не будешь уметь решать дифференциальное уравнение. Вот. Как там заряжаются ёмкости, нарастает и падает ток в индуктивностях. Я имею в виду вот это вот. Это, кстати, было очень интересное такое влечение радиолюбительства. Сейчас, по-моему, оно ушло уже из широких кругов. Вот. Потому что любую технику можно купить в магазине. А, ну, не можете вы решить. Что, какой выход? Махнуть рукой на всё? И купить приёмник в магазине? Нет. Надо учиться математике. Начните, порешайте те уровни, которые вы умеете. Позанимайтесь математикой. А потом, глядишь, выучите высшую математику, и будете решать это дифференциальное уравнение. Щёлкать, как орешки. И составите нужную вам схему электронного устройства, которая будет выполнять те функции, которые вы хотите. Глядишь, прослайте, сделайте какое-нибудь изобретение в области схемотехники. Глядишь, вперёд куда-нибудь толкнёте науку. Глядишь. Конечно, кому как повезёт. Но если вы... Это уже мания величия насчёт. Глядишь. Это я вас немножко провоцирую манию величия. Нет, конечно. На это не надо рассчитывать. Работа и труд всё перетрут. Вот так вот. Такой вот факт. Работайте, старайтесь. Не взлетайте слишком высоко. И не падайте слишком низко во мнении о себе. Дело в том, что, кстати говоря, вот этот взлёт очень высоко, когда вы ни с кем не общаетесь, очень для посторонних людей напоминает ваше такое вот самоуничижение. Фактически вы выключены, когда из общения, слишком высоко взлетели, с нами не общаетесь. Мы просто вас не знаем. Не понимаем, какие вы замечательные. Общайтесь. Общайтесь. Не взлетайте слишком высоко. То есть оба эти крайности, и мания величия и самоуничижение, одинаково плохие. И надо, тем не менее, обе эти крайности вместе смешивать, искать какую-то серединку. Не падать о себе слишком во мнении, что не смогу я никогда пробежать 100-метровку, не смогу я никогда решить дифференциальное уравнение в частных производных. Сможете, если будете заниматься. Сможете. 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 Постарайтесь. Даже если нет уравнения, то какое-нибудь другое, которое вам потребуется. Даже если не 100-метровку пробежите, пробежите куда-нибудь ещё, до трамвая добежите, не опоздаете куда-нибудь на важные встречи. Вот так вот. Ну, ладно, дорогие друзья, время наше потихонечку подходит к концу. Пора прощаться. Я вас наверняка, вот я, по крайней мере, к этому стремлюсь, заесть вас своими вот этими вот нравоучениями. Ну, что ж поделаешь, вот как-то вот попросили меня вас вот поучить. Я на самом деле не такой злой, как им могу показаться. Удачи вам, всех благ. До свидания.